Современные в современной нейропсихологии существует представление и о профиле латеральной организации мозга. Это профиль, который определяет сочетание различных видов асимметрии у конкретного человека. Потому что реальная картина асимметрии и их комбинации у здоровых людей очень сложна. И вот эту проблему изучения профилей латеральной организации мозга, проблема, которая сейчас активно изучается в нейропсихологии, начала изучать в нашей отечественной нейропсихологии Евгения Давыдовна Хомская. И сейчас по современным представлениям в профиле латеральной организации мозга включается, по крайней мере, три вида асимметрии – рука, глаза и ухо. И варианты профилей латеральной асимметрии в нормальной здоровой популяции выделены, их довольно много, по некоторым данным их 8 вариантов, по некоторым данным их больше. И это все проблемы, которые будут в дальнейшем активно изучаться. Ну и в этой связи, в связи с профилем латеральной организации, можно сказать, что представление о правшах, то есть людях с ведущей правой рукой, как об однородной группе населения, оно совершенно неправомерно. Существуют чистые правши, то есть те люди, у которых ведущая правая рука, ведущий правое ухо, ведущий правый глаз. И праворукие люди, у которых при ведущей правой руке ведущим ухом или глазом являются левые признаки. Вот очень сложные и неоднородные представляется также группа левшей, то есть людей с ведущей левой рукой. У них также рука может быть ведущей левой. Другие признаки в профиле латеральной организации могут быть в разных сочетаниях. Также очень интересная и очень неоднозначная группа амбидекстров. Это понятие, обозначающее одинаковое владение правой и левой руками. И группа амбидекстров, то есть людей, которые одинаково владеют правой и левой руками, у которых нет такой выраженной асимметрии в мануальных навыках, эта группа изучается очень активно. И по многим данным группа амбидекстров представляет себе особую группу с особыми и личностными, и когнитивными характеристиками. Эти данные, может быть, еще не до конца проверены, но тем не менее, и по данным Хомска, и по данным многих других исследователей, группа амбидекстров является самой уязвимой с точки зрения и стрессоустойчивости, и с точки зрения многих других параметров. Следующее, что нужно сказать в отношении этой проблемы, это то, что каждая конкретная форма межполушарной асимметрии характеризуется определенной степенью, определенной мерой. То есть можно говорить о сильной и слабой асимметрии, как моторной, так и сенсорной, и других асимметриях. Значит, можно быть сильным правшой по руке, можно быть правшой, но средним или даже слабым правшой, но правшой по руке. Можно быть сильным правшой по глазу, а можно быть тоже правшой по глазу, но слабым. То есть этот признак может быть выражен в разной степени. И сейчас говорят в этом смысле о коэффициенте асимметрии. Характеризую как раз вот этот параметр, то есть степень или меру выраженности асимметрии. И поэтому, как вы понимаете, в профиле латеральной организации мозга каждого человека каждый вид асимметрии может иметь еще и свой коэффициент, свою степень. Поэтому количество этих вариантов, сами понимаете, увеличивается многократно. Следующий очень важный момент в отношении этой проблемы, это то, что межполушарная асимметрия мозга у взрослого человека это продукт действия биосоциальных механизмов. То есть основы функциональной специализации полушарий являются во многом врожденными, и по мере развития ребенка происходит усовершенствование и усложнение механизмов межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия. Эти факты получены в исследованиях Семерницкой и других авторов. И имеются данные также о том, что снижаются и ЭГ-показатели асимметрии в позднем возрасте. То есть межполушарная асимметрия мозга это меняющаяся характеристика, во всяком случае подверженная возрастным изменениям, хотя эти данные требуют дальнейшего научного подтверждения. В современной нейропсихологии наметились два основных направления в изучении проблемы межполушарной асимметрии мозга. Первое направление это экспериментальное изучение специфики нарушений отдельных психических функций при поражении симметричных отделов правого и левого полушарий. То есть сопоставление конкретных форм нарушений высших психических функций при левосторонних и правосторонних патологических очагах позволяет выявить нейропсихологические симптомы, характерные для поражения только левого или только правого полушария. И вот это направление, в рамках этого направления получены данные о том, что различные звенья, например, монастической деятельности, они связаны с работой разных полушарий. Это известные результаты исследования в лурьевской нейропсихологии, которые свидетельствуют о том, что, например, звено отсроченного воспроизведения запоминаемого материала преимущественно связано с работой левого полушария, а непосредственного воспроизведения с работой правого полушария. Вот эти выводы получены на большом фактическом материале на больных с различными поражениями правого и левого полушарий. Также было показано, например, что произвольный уровень управления психическими функциями реализуется преимущественно структурами левого полушария, а непроизвольный автоматизированный уровень структурами правого полушария у праворуких испытуемых. Вот эти выводы также сделаны в рамках этого направления исследований. Второе направление — это сопоставление целостных нейропсихологических синдромов которые возникают при поражении симметрично расположенных структур левого и правого полушария. Это традиционный путь для нейропсихологии. Как известно, нейропсихологическая синдромология первоначально развивалась на материале анализа особенностей нейропсихологических синдромов, которые возникают при поражении локальных поражений различных структур, преимущественно левого полушария, коры левого полушария. Основные нейропсихологические синдромы и их варианты, которые описаны в луриевской клинической нейропсихологии, это преимущественно синдром поражения левого полушария головного мозга. Эти синдромы и их описания мы можем найти в книжках Лурия «Высшие корковые функции человека», в «Основах нейропсихологии» и в других работах Александра Романовича Лурия. В отношении нейропсихологических синдромов правого полушария данных гораздо меньше, хотя, конечно, в нейропсихологии существуют и свидетельства о нейропсихологических синдромах поражения правого полушария головного мозга. Следующее, что очень важно сказать в отношении этой проблемы, что изучение межполушарной асимметрии — это только одна из сторон этой проблемы, большой проблемы функциональной специализации полушарий. Вторая, очень важная часть этой проблемы, гораздо менее исследованная часть этой проблемы — это изучение процессов межполушарного взаимодействия как основы осуществления высших психических функций. Итак, проблема специфичности полушарий, асимметрии — это одна из частей этой проблемы. А вот проблема межполушарного взаимодействия — вторая проблема, очень важная проблема. И проблема межполушарного взаимодействия в нейропсихологии еще только начинается. Эта проблема очень сложная, очень интересная. Накапливаются данные в отношении способов и принципов межполушарного взаимодействия. Анатомически надо сказать, что межполушарное взаимодействие, то есть взаимодействие полушарий головного мозга, обеспечивается анатомически прежде всего комиссурами, то есть теми волокнами, которые связывают два полушария мозга. Правое и левое полушария объединяются тремя основными комиссурами мозга, и главное из которых — это мозолистое тело. Вот здесь на этой картинке мы видим эту структуру, наиболее крупную комиссуру мозга, то есть структуру, соединяющую правое и левое полушария. Это корпус колозум или мозолистое тело. Волокна мозолистого тела соединяют все соответствующие области коры правого и левого полушария. И мозолистое тело — это большая структура, как мы видим. У мозолистого тела есть задние отделы, средние отделы, передние отделы. И в веществе мозолистого тела волокна расходятся веерообразно, и образуется такая лучистость мозолистого тела. Эти волокна соединяют различные части правого и левого полушарий.